Я сейчас еду в Северодвинск. Супер специалисту в своей сфере, в сфере водометной тематики. Вот и на вас надо с тобой. За работой. В общем, это изначально водомет Теопро из коробки. Ну и у меня делается, и будет сразу вот это. В одном походе я... Вот отверстие. Видите? Потом дальше я свои руки предлагаю. Сейчас? На быстросъемных хвостинах. Сразу интейк везде ходят. Это полировано. Свой надо скрывать внутри. Передняя передача. Какая она шивочка? На куртку сделаю. Водомет на шивок. Допустим интейк. Застревают камушки. Так, берем. Хоп, 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 хоп. Вылет. Да. По-разному. Можно, может быть, свиньи там. Подписывайтесь на Диму. Сейчас осталось дождаться нам лодки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 А вот для мелководья комплект у нас отсутствует Поэтому я принял решение, что необходимо приобрести еще один комплект лодка с мотором Лодку я уже заказал для мелководья с тоннелем Чуть позже покажу А вот лодочный мотор с водометом Принял решение отдельно не покупать Зачем и так есть две тридцатки Поэтому думаю, что лучше приобрести отдельно водометную насадку Под мою тридцатку двухтакную И ее, соответственно, при необходимости менять Сейчас еду в Северодвинск К суперспециалисту в своей сфере В сфере водометной тематики Его зовут Олег Сейчас поближе познакомимся Посмотрим на его производство Он подготовил для меня уже водометную насадку С быстросъемом Вот Сделал все необходимые манипуляции Заменил там подшипники, сальники Что-то проточил Сейчас, в общем, подробно все расскажет Вот Я думаю, что где-то уже в первых числах июня Мы сможем этот комплект испытать Если, конечно, все будет у нас нормально Как говорится, готовь сани летом А телегу зимой Все, сейчас приеду Посмотрим Да, вот приехали к коллегу Заколупину Находится в Северодвинске В ГСК Прибой Человек занимается более 15 лет водометной тематикой И не только водометной И водномоторной тематикой Вот Куча различных моторов И новые И модернизирует старую технику Установляет водометы Ремонтирует и так далее Ставит новые насадки Импеллеры Олег подготовил для меня Насадку Водометную Для моей Ямахи 30 Олег, покажешь, где она? Вот, пожалуйста Вот она, насадочка Вот такая вот насадка Получается А что здесь доработал? В общем, это изначально водомет Сиапро Из коробочки, да? Китайская насадка у нас нормально Эксплуатировалась Подшипниковый узел Насадки есть такой Берется все, разбирается Ну, это основной узел Ну, основной то, что может Повредиться, сломаться При эксплуатации Если особенно не шприцевать Ну, это поэтому Немножко попозже расскажу Разбирается узел Меняется, во-первых Вот такие резинки, манжеты Это старость? Да, это вот те, которые я вынул Конкретно у тебя Под замену Там немножко Смазочные каналы дорабатываются Чтоб циркулировала смазка При эксплицевании Хорошо Ну, в принципе По углу вроде все Потом это все собираем Здесь Что из моего? Быстросъемные пластины Обратите внимание Вот эти Материал Д-16 Очень крепкий Хорошо держит резьбы В общем Я такой применяю Самое лучшее Что может быть Я считаю В этом плане Еще по мелочи Шпонка помпы У меня там своя Державейки Потому что родная Тоже слабая Очень идет Это все опытным путем Да, выявлено Что столько В процессе эксплуатации Там это самое Ты уже знаешь Слабые места И сразу же дорабатываешь Насадки под И еще такая Деталь Для экстрима Интейк Вездеход Полиуретановый Классно Это лучшее Что есть на рынке В данный момент В данный момент Да Я считаю Именно так Кстати Многие так считают У меня Вот там На моих моторах Стоят вездеходы А, тоже вездеходы Да 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 Мы говорили Что на алюминии На этом Или на том Металле Далеко У тебя мотор В чем Это самое Yamaha 30 Смирно Слабый Дейл Если ходить на алюминии То можно сломать И такие Да Такси говорят Сейчас случались Такие Это самое В чем Немножко про эксплуатацию Рассказать А я смогу сам ее установить Да Ты сможешь установить Ты вот Она собрана На быстросъемной Пустинах Уже Отрегулирована Выставлен зазор Зазор должен быть Не больше 0,8 мм Между обечайкой Импеллером Проявляется Либо щупом Либо Просто проволочкой Диаметром 0,8 мм Если она пролазит Легко болтается Там Уменьшить зазор Регулировочными шайбами Взял снизу шайбу Перекинул наверх Ухе Зазор уменьшается Я точно справлюсь Здесь все сделано А, здесь все сделано Первоначально А, ну ладно Здесь все сделано Я тебе говорю Как установить А, все, все Понял Вперед Уже по По это самым В общем Как установить Вот эти раскручиваем Пять болтов Вот эти Раз, два, три, четыре, пять У нас Так, так И вот эта пластина Вот так вот снимется Она на штифтах Может немножко плотно Еще штифтовые отверстия Не расходились У тебя снимется Эта пластина Дальше Ты снял Редуктор у себя Винтовой Винтовой редуктор Поймешь как снять Тягу переключения Передач Разъединить Снимал Ключиками на десять На Ямахе И четыре болта Освободись Редуктор у тебя в руках И Вот эта пластина в руках Ты берешь Вот эту пластину верхнюю И вот на эти четыре болта Которые сюда просто вставлены Они просто вставлены Чтобы ты понял Куда их Потом вставить И не забудь Не перепутай Вот эти болты С вот этими У них разный шаг резьбы Но одинаковый диаметр На эти болты Ставишь эту пластину Прикручиваешь к мотору И все Ты готов Будешь соединять насадку Уже Со своим мотором В общем Еще один нюанс Конкретно для Ямахе 30 Который Вот этот переходник охлаждения Ты его Перед установкой снимешь Вот сюда вынешь И изначально Оденешь туда На трубку мотора Все И когда Ты будешь соединять насадку И И доедут И ты увидишь Как вот этот Переходник Зайдет в эту резинку Если вот так вот Прямо пихать Можно не попасть И загнуть Вот эту трубку Охлаждение Либо протолкнуть ее Туда Она на резинке По уплотнению Уедет Это вот все моменты Все ясно Записал Заполнял И пересмотришь видео Все Да Это вообще Полезная вещь Еще момент К заднему ходу Пока что Я его Я его отрегулировал Чтобы он защелкивался Сейчас То бишь Ты его рукой Вот так вот Выбить не сможешь Только Вот этим Он защелкивается Челка Регулируется Эксцентриком Вот этот Вот этим болтом Дальше Если он тебе нужен Многие от него отказываются Просто вот Ты как начинающий Ты захочешь Чтобы все сразу иметь Ну да Такие есть В общем Задний ход Тут просто Скрутишь Ручку На моторе Она там Болтиком На Ключик на 10 Снимается Здесь все Зафиксируешь Тут все понятно На ручку Обратно Ручку поставишь И отрегулируешь Я лодку заказал Чуть позже Потом тоже Видео покажу Пока еще не приехал И мне вот продавец Говорит Я такой Говорю Вот насадка Сеопро Есть возможность Ее приобрести Он такой Типа Нет Типа Это Не ставь Я покупаю Вот у нас есть Хорошие насадки За 128 тысяч рублей Ключи Ставь только ее Типа Вот Ну примерно Я понимаю Каких насадков Просто Мне как новичку Для Трех Раз В сезон Покататься На Горных речках Почему только Трех Можно каждые выходные Можно каждые выходные Выезжать Техника Надежная Техника Надежная Основной Вот я показывал Вот это Узел Расскажу Сейчас Как эксплуатировать Техника Надежная И Если сравнивать С теми насадками Которые тебе Рекомендовали За 120 тысяч Я примерно знаю Что это Это Тайваньские Насадки Они Конечно По Это самое По красоте Они имеют Более красивую Отливку Формы Но Как показала практика На деле Это Ну Никак Лучше Не делает На ходовые характеристики Визуал Лучше Визуал Лучше Потом Дальше Идем У нее Не будет Сразу Вот этой Помпы В базе Они идут Без Помпы Ты представляешь Со своего Винтового редуктора Помпу Дальше Ты С этой насадкой Имеешь Получается Алюминиевый импеллер Который будет Изнашиваться Но Это Дорогостоящая Деталь Те В итоге Потом Все равно Придется Приобрести Стальной Здесь В базе Уже Стальной И В общем Такие минусы В сравнении Комплектации Они Худут По По Визуалу Они Лучше По Узлу По Надежности Узла В базе Они Не Лучше Сейчас Мы сделали Я Все Перебрал Это Теперь Лучше Все Здорово Здорово Где ты Тоже Заказываешь Или Здесь Ну У меня Делают Это Я Инженер По Этому Логотипу Да Номер Телефона Сразу Указан Сидела Это Не Твой Номер А Твой Ты Сейчас Мне Звонил А Вот Так Ребята Занимаются Сидеть Круто Круто Это Производство Такой Цех 6х8 Со Вторым Отажом Больше Сборочный Цех Да Понял Это Я Сотрудничаю С Ребятами Я Придумаю Я Инженер Конструктор Работал На предприятии Оборонном Теперь Занимаюсь Вот Этими Делами Все Это Делаются Модели Все Обмеряется Моторы Разные Как бы Я Расширяю Модельный Ряд Насадок Из Того Что Есть Китайского Дешевого Я Делаю Достаточно Обширный Этот Модельный Ряд Насадок Ну Покрывает До 60 Моторов Практически Все Популярные Моторы Крутые Можны В том Числе Валы Тоже Производим Вот Такие Это Моего Производства Валы Олега Знает Во всей Области Даже Вчера Случайно Встретил Товарища Говорю Вот Водомет Собираюсь Покупать Насадку Он Такой Где У Олега Хотя Парень Сам Из Я расскажу Кому-то Тоже Интересно Будет По Обслуживанию Насадки Очень Интересно Мне Мне брат Сказал Что Шприцовать Нужно Раз 10 Часов Что Ли Каждый Ну Вот Я тебе Скажу По Инструкции Которая На Борд Джесс Насадки Идет На Американские В общем Как Обслуживается По Мануалу Шприцовка Шприцовка Насадки Каждые 10 Моточасов Или Или Самое Главное Все Забывают Или После Каждого После Каждой Эксплуатации Обязательно После Каждой Эксплуатации Если Ты Уехал Там Покатался Чуть Чуть Водички Попало И Не Паршприцевал И Оставил Там На Месяц Ну Или На Зиму Очень Можно Это Ну 10 Часов Ты Не Откатал По Факту Оставил Там Попало Немножко Немножко Подшипнику Достаточно Если Он Длительный Сурок Будет Стоять С этим Немножко То Вот Это Важная Информация Каждая Эксплуатация Но В одном Походе Я Там Шприцую Там Если Он Длительный Я Целый День Езжу Но Вечером Я Перед Сном Как Бы Там В палатку Перед Тем Как Заходя Я Обязательно Пошприцую Так Что Шприцуется Как Вот Еще Вот Моя Красная Смазка Смешалась С синей Смазкой Которая Была В Насадке Это Обычная Шприцовка Вот Такое Это Самое Ну Примерно Количество Тебе Нужно Задуть Вот Столько Ну Примерно Ориентировочно Но Каждая Пятая Шприцовка Вот Ты Четыре Раза Вот Так Сделал Каждая Пятая Ну Или Перед Зимним Хранением Ты Полное Свет Смазки Будешь Уже Видно Ты Прогоняешь Полностью Чтобы У тебя Все Все Заместилось Это Важная Информация Что Я Не Знаю Я Читал Специально Американские Мануалы И Все Таки Насадка Китайская Все Реально Хоть Я И Готовлю Рекомендую Чаще И Дальше При Эксплуатации Один Момент Важный С Отверстие Вот Видите Я Поменял Сейчас Манжеты Диме И С Этого Отверстия Ничего Не Вышло При Шприцовке Если Бы Этого Я Не Делал Отсюда Была Смазка При Шприцевании Когда Отсюда Будет При Шприцевании Выходить Большое Количество Смазки Больше Чем Ты Видишь Из Вот Этого Шланга Обратки Больше Если Больше Лезет Отсюда То Внутренние Сальники Которые Ближе К Подшипнику Их Нужно Поменять А для Чего Такая Сигнализационная Есть Еще Не Все Это Для Сигнализации И Сброс Давления Между Сальниками Когда Отсюда Похлещет Вода Вот Так С Еще Хуже Значит Тебе Гидроманжеты Наружные Надо Поменять Они Как Вода Проходит Гидроманжету Потом Попадают В полость Между Сальником Собой Вот Узел С вавом И Это Может Спасти Многие Возят Просто Подшипник Вот Смотри Но Просто Подшипник Что у Нас Если Это Все Развалилось Ты Не Отконтролировал И Не Понял Что У В лесу В лесу Это Не Сделать Приваривается Да Согласен Собойма Застревает Внутри Даже Имея Подшипник Ты Никуда Не Поедешь Голика Плюс Минус Дорогая Штука Понятно Что Цены Меняются Каждый День Минус Около 20 Он Стоит Если Я Ничего Не Делаю Сейчас Март 23 Года Он Стоит В районе Двадцатки Когда Кто Может Ролик Посмотрит Что С ценами Будет Двадцать Не Дешево Я Думал Пятерик Может Блин Да Серьезно Пятерик Палочка Для Непобедимость Стоит Денег Понял Многие Возят На самом деле Легозят Ну Куда То Если Поехал Если Там Кто Не Так Следится Водом Сами Понимаете В поездке Отдохнуть Не Хочется Морать Руки Лишний Раз Все Нормально Олег Сделал Шписывать Надо Шписывать Не Потому Что Были Случаи Когда Приходилось Людей Эвакуировать Издалека Или Когда Они Переходили Пешком Звонили Мне Брали Вот Эту Штуку И Выезжали За лодкой Шли До него Пешком Доходили До него Меняли И Возвращались Вынуждается Сделать Еще одну Покупку Не Сразу Вкратце Вроде Все Здорово Во первых Спасибо тебе За данную Модернизацию Если бы я не позвонил Олегу Я бы сейчас Купил Насадку На Озоне Поставил бы Ее Не зная Никаких Этих Тонкостей И Хрен его знает Чего Потом Было Также Вкратце Ты же Займаешься Продажей Моторов Получается Да Моторы Сейчас Тоже Возим Параллельный Импорт Моторщики В основном Самые популярные Тридцать Сразу Оснащен Водометом Вот здесь В данной На быстросъемных Пластинах Правда Эта модель Без заднего Хода Идет Сразу Интейк Вездеход Ее еще не купили Олег? Нет Вот такой Импеллер Там идет Блестящий Красивящий Вот такой Жалейки Полированные Это еще Не купили Вот еще Полтинники Есть Тоже Очень популярные Моторы Так что Кому надо Возможно Если захотят Могут обратиться Мы не настаиваем Но Все таки Своих ребят Северодвистов Заодно и проконсультирует Грамотно По этим моментам Просто можно даже Все в комплексе Если кому-то интересно Просто Сделать все в комплексе Либо оттолкнуться От того что есть Мотор какой-то Заказать правильную лодку И Сделать правильно Правильную насадку И все настроить Сделать там Транец Всякие регулируемые трансы Вот здесь Тут разные модели Прикручены Регулируемые трансы Прилепеть В принципе Можно подключить Все правильно Заказать Чтобы потом Не доклеивать Не переклеивать И чтобы все Сразу было красиво Ну я сделал Небольшое Поспешил Как всегда Как я люблю И заказал На заводе Короче Ну ладно Лодка приедет Посмотрим Что сделано То как говорится Сделано Вот у тебя Достаточно Я думаю Что хорош Обладать Проходимостью Хорош Поглядим Поглядим Ладно Все еще раз Олегу Спасибо огромное И потом И потом Посмотрите Ребят Еще хотел сказать Что-то у Димы Мало подписчиков Судя по его Там просмотрам Бывает Я вот всегда Смотрю Стараюсь вообще На архангельских ребят Там подписываться На всех Дима мне нравится Как это самое У него такая харизма Не знаю Подписывайтесь на Диму Рыболов севера Да Рыболов севера Но контакты Олега Я оставлю В описании Где-нибудь в этом ролике Внизу И может быть Здесь ссылочку сделаю Кого заинтересует Обратятся Да Сейчас расскажет Пару слов Скажет про смазку Для водометов Как правильно делать Какой смазкой Где купить Сколько стоит Шучу конечно Возможно Сколько стоит Да нет Почему Все расскажу На данный момент Что В общем существуют Там какие-то Ну рекомендации Допустим Завода Изготовителя Но существуют Они тоже Для насадок Оригинальных На оригинальной Насадке Даже есть Эмблемка Что Использовать Нужно водостойкую Смазку Параметр Стоит НЛГИ2 И все Больше ничего не написано Там конкретики Нет Просто многие покупают Очень дорогие Смазки Специальные Лодочные Морские Смазки Они очень Типа Квиксильвера Которые Ну очень дорогие В тюбиках Специальных Расскажу Как сэкономить Просто Многие покупают Дорогую Из-за этого Их жалеют Я Я не сторонник Этого Как и С двухтактным маслом Тоже Я покупаю Дешевые Чуть-чуть Больше добавляю Так и С вот этим Ну в принципе Shell Все-таки Какой-то бренд Не самый Да Вот эта смазка Она Конкретно Водостойкая Ватаресиста И имеет параметр НЛГИ2 Все что требуется По Мануалу Американской Насадки Стоит В районе 500 рублей Туба В принципе За 400 грамм Это лучше Чем покупать Пиксильвер Ну Отлично Экономишь Ну в принципе Можно просто Ты хочешь Призять Мне тоже Призять Сколько Там Чтоб не жалеть Точно Никогда Не снимается Можно Маленький Шприц Так что Я буду его Брать В принципе Один из вариантов Кто-то там По-разному Можно Мобил Синий Использовать Главное Соблюсти Параметры Просто Таких Смазок Разных Можно Под себя Подобрать Вот я Конкретно Это У нас Продается Ваш Каниске Или Типа Заказ Нет Я Приезжаю На Заправку Северной Империи Просто А Есть Да Прям Наличие Ну Все Здорово Не надо Там Ничего Выдумывать Все Здорово Еще раз Благодарю Все Рассказал Четко Понятно Кто Посмотрит Сразу Сделать Правильный Выбор И Поймет Что К чему Чем Смазывать Куда Прикручивать Кому Обращаться За Случай Покупки Ладно Еще раз Спасибо Олег Насадка Вот То Что Осталось В комплекте Это Старый Как Старый Интейк Алюминиевый Который Ставить Не стоит И Получается Набор Ключей Есть Это Пластина Тоже Родная Монтажная И Набор Ключей Но Ключами Ты Насадку Не Разберешь Они Просто Как Для Мотора Обычного Свечник Отвертка Двусторонняя Крест Буду Водоем В лодке Да Просто Как Обычный Ключ Или Как Подарок Может На Водоеме Кому День Рождения Случайно Вот Тебе Наборчик Тоже Сойдет Видишь Как Мысли Сходятся Хороший Чехольчик Да Так Какую-то Нужную Вещь Тряпичный Вот Вот Такой Комплект Сейчас Опаковываемся Грузимся Я Поехал В Архангельск И Диме Еще Один Презент Посвящаем Его Водометные Архангельской Области Нифига себе Крутая Нашивочка Сюда реально Прилепить на плечо Слушай Ладно Я вы сейчас На куртку Сделаю Нет там Вот это самое Она Она Нашивается Сначала Вот она Ну сейчас Много всяких Курток У которых Уже Есть Эти Она Отпадет Конечно Сейчас Засниму Подожди Какая у меня Появилась Нашивка Ух На куртку Сделаю Водометный Флот Еще Ключ Водометчика Ключ Водометчика В общем Для чего Для чего Сейчас объясню Давай давай Вот он такой хитрый Допустим Intake Застревают Камушки Так Берем Дальше Чтобы Открутить Intake С этой стороны Ключик Вдруг Чего Какие-то Обслуживания Настроить Делаем Зазоры Все эти Дела Это Снять Импеллер Слава Гайка Бывает Нету Водометчика Выявили Ну вот Ищели Сделать Ну Удобно Удобно Так что Вот 5 в 1 Все Спасибо огромное Вот этом Куча подарков Сегодня Так Нашивку Блин Обязательно Сделаю Я тоже Хотел Сделать Рвало В север Все Тут руки Не доходят Да Да Сделаю Сделаю Крутой 900 Стоит Мечта А не Снегоход Нам Сейчас Таких Уже И не Купить Наверное Никогда У нас Сейчас Загрузим Насадку Новые Вещи Все Ждем 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 Еще Лодки Да Катайтесь Не ломайтесь Как говорит Один Известный Блогер Есть Такое Есть Такое Ну что Вот и все Насадку Мы купили Сейчас Осталось Дождаться Нам Лодки Будем Собирать Наш Новенький Комплект Для Мелководья И В путь Испытывать Новые Исследовать Новые Речки Как в Архангельской Так и в Мурманской Области Олегу Вы все Поняли Специалист Высочайшего Уровня Я думаю Что Наверное Вряд ли В Архангельской Области Надьется Еще Специалист Такого уровня С такими Знаниями С такой Подготовкой Поэтому Тут Однозначно Рекомендую Если бы я раньше С ним познакомился Я бы лодку Заказал Другую Он мне уже Все Разъяснил Несколько Я переплатил За ту Что сделано Как говорится То Сделано Ну Это тоже Неплохая Просто Можно было Гораздо Дешевле Сейчас С Никитоса Будем менять Ставить Точнее Водометную Насадку По времени Я думаю Полчаса Наверное Максимум Займет Насадка На быстросъемах Быстросъемной Пластины Прикручиваем Обратную Устанавливаем Самую Насадку Как сказал Никита Женить И устанавливаем Тягу Обратного Хода Брат говорит Что Нафиг Не нужно Обратный Ход Не нужен Попробуем Потестим Как он Работает Стретий День Какая-то Тема По Механике Откручиваем Можно Трудить Доснять Получается Капулировали Раз Вот такой Ратюшочек Хоп Это задний Ход Сыченка Красота Устанавливаем Тоннельчик Проверим Работаем Все Изделия Как Саларчик Бежит Хочу проверить Хочу проверить Чисто радио Показимся Нормально Поднял Да Да Вроде Работает Сейчас Будем Проверять 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тяжело подниматься вот так вот, столько раз на ударов, сейчас кусок ударов получил, заколачивает мхом, держи Андрюха, держи, получились, появились первые травмы, и маленький там забит, на, что-то остренькое, ключ, который Олег подарил, блин, и взял с собой, на какую-нибудь палочку не брать с собой палки, никакой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Цветы любви, да, тут у нас, опять, заехали, не смогли проскочить. Как здесь можно проскочить вообще? Черт возьми. Ой, блин. Боребухи, блин. Дедный водомётик. Только он сегодня раз уже подхватывал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Держись, пока водор подъехи, да? Локоть поиску мая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА